Стоять, бороться до конца и не сдаваться – такой лозунг звучит в голове у каждого спортсмена, стоящего перед выходом на татами. На прошедшем в честь Дня России первенстве города по рукопашному бою было немало зрелищных и упорных поединков, которых не раз одерживали вверх конаковские любители боевых искусств. Уже который год спортсмены конаковского клуба смешанных единоборств «Русский стиль» приглашают бойцов из Тверской области и соседних регионов для участия в традиционном турнире по рукопашному бою – Талдом, Тверь, Кимра и другие города. На этот раз список участников пополнился новыми именами. Заявленные весовые и возрастные категории – самые разнообразные, от 12 до 20 лет и старше. И во всех конаковские спортсмены смогли составить достойную конкуренцию гостям турнира. Наши участники готовились плотно. Последний выходной у них был перед соревнованиями вчера, это единственный выходной за две недели. Все две недели плотно работали и готовились. И уже сейчас прошло два боя, где наши ребята показали хороший уровень подготовки. Накал страстей на татаме нарастал с каждым поединком. От боя к бою зрелище становилось все более эффектным, а иногда и заставляло болельщиков поволноваться за судьбу любимого спортсмена. Удары, удержания болевые и удушающие. Таков далеко не полный арсенал приемов, при помощи которых можно заставить соперника капитулировать. В основном были тренировки на опоры на боевую технику, удары ногами, руками. В основном занимались тренеры по рукопашному бою, дядя Игорь. И когда были тренировки по самбо, мы тоже, в основном, броски, то есть, что разрешено по правилам рукопашного боя. Рукопашный бой – это спорт сильных и смелых мужчин. Но, несмотря на это, в соревнованиях участвовали и хрупкие девушки, которые демонстрировали отличную технику ведения боя. Беспощадная борьба на татами – это всего лишь одна сторона этого вида единоборств, перевернув которую, можно увидеть общность людей, объединенных духом товарищества и стремлением сделать себя лучше.